В 1919 году произошли эти ужасные события, произошло реальное убийство. Было до этих погромов около 300 человек жило в Боярке. Убийцы это были Деникинсы, это были бойцы армии Юга России, которые оккупировали тогда Боярку. Это были реальные зверства. Они не жалели ни детей, ни стариков. Одного пожилого еврея заставили само повеситься на зюте на фонарном столбе. Сейчас у нас есть возможность исправить эту историческую ошибку. Я думаю, что историческая справедливость должна восторжествовать. И вот поэтому мы здесь. А те люди старые не своими. Понимаете? И тот, который курил вместе с ним сигарету, пришел, может быть, с колом, с вилами и убивал. Понимаете? Это жутко. Почему в этот момент люди стали не своими? И знаете, я нашла такое интересное, это самое, Майсу, которое я вам расскажу. Ученик спрашивает учителя. Ребе, скажи, пожалуйста, а почему есть грузины, евреи, русские, украинцы, татары? На что он сказал? Сынок, в мире есть только две нации. Люди и нелюди. Все остальное условно. В принципе, идеология тогдашних белых российских окупантов, белых монахистов говорила про то, что, как будто, у революции, у уничтожения царя, у уничтожения империи, у войны евреев. Возвращаясь таким образом, они провели в вересне 2019 года массовые расстрелы, массовые погромы евреев в Белогородске, Геннадьевске. Село Геннадьевка тогда практически 95% складывалось из еврейского населения. У них не было православного храма. У Горанича, в Пастове, в Белой Церкви, біля станции Боярка, в селе Будеївка и в селе Забирьев. Мне очень приятно, что у меня есть возможность принимать в этом участие. Очень важно знать нашу историю, потому что без знания истории нет будущего, нет настоящего. Мы должны на этом учиться и должны помнить, и все люди должны понимать свое прошлое. И очень важно, чтобы мы это передавали следующим поколениям, для того, чтобы история имеет, к сожалению, цикличность. Но я надеюсь, что такое никогда больше не повторится, что такие вещи, как Голокост, Голодомор, Геноцид, они останутся в далеком прошлом. Если вы знаете, что 19-й год, это вообще было до 1500 погромов на Украине. И люди, которые там пострадали, это было убитых до 300 тысяч, а вот раненых и поколеченных было до 200. В конце сербня, на начале вересня 1911 года, происходят исторические события, которые вошли в украинскую историю, как так называемая Киевская катастрофа, когда объединенные украинские войска, украинская Галицкая армия и армия Украинской народной республики под командованием Симона Петлюри взяли штурмом Киев, выбили звезды большевиков, но с сходу, с левого берега, начали подходить так называемые вооруженные силы Юга России, командованием Антона Деникина и Николая Брядова, которые заняли Киев. Киев был поделан между так называемыми белогвардейцами и украинской армией. И после некоторых суток, в принципе, не хотели подписывать мирный договор, после некоторых суток началось вытеснение белогвардейцами украинской армии с Киева. Украинская армия была способна приступать. Мы приступали из Киева на сентạiους, через беседью боярку, в которой мы находимся, через Бологородку, через Бобрицю, далее на сент découvrir из Винницы, в принципе, 3 березня 2019 года в боярку приходят белогвардейцы, ходят переданные группы, так называемые л Battle Лейбвардии Николая Брядова, которые были причетны к массовых расстрелям, к массовых погромов еврейского населения в Боярце и в Забире. Пожули за этим отделом убирали мы. Я сам тут участвовал, жена наше участвовал. Эта страница в истории украинской, она остается неизвестной для большинства населения, имеются в виду еврейские погромы, которые произошли в период революции, гражданской войны. И поэтому нужны новые действия и такие вот акции, как эта, она очень помогает открытию вот этой страницы, до сих пор неизвестной для большинства украинцев. Багатьом евреям удалось врятувати. Врятуватись они утекли до Киева и сихнувалися в так называемых троицких манях, с которыми были, кстати, евреи, которые были родом звезды с Боярки, и он их там сихнувал. Мы точно знаем про 60 жертв, потому что 60 родин подтвердило те, что было убито 60 людей из их родин. Зокрема, одна очень большая купецкая родина с Боярки. Тут же, в этой могиле, на подобном, в которой мы сегодня собралися, похованный и родный дядько, известного еврейского письменника Шола Малейхема, Мотул Рабиновича. Он тоже был убит и похован в этой могиле. Очень важно, что в период этих боевых действий, в серпе 1919 года, в составе украинской галинской армии, тут через Боярку, проходила военная часть, которая состоялась из евреев, но воевала в украинской арте. Она называлась «Єврейский пробоевый корень», которым командовал Соломон Лянцберг. Вот фотография этой военной части, и вот сам Соломон Лянцберг находился на этой фотографии, как раз командир этого еврейского загона, который воювали около этих боярков. Постойно интересую историю, и из детства мне всегда мои родители рассказывали о различных событиях, связанных с 19-м годом, с Второй войной войной. Про то, что в час Второй войны мои прапрадеди, прапрабабусы, они все переховывали евреев у себя в годинку, так же, как и другие жители, Малютянки, Боярки. Есть купа открытых документов, из которых нам удалось буквально годенно, годенно установить пребывание войск у Боярки, какие частины были причинены до этих войсковых злочин, тут у Боярки. В частности, в те же дни на станции Боярка пребывал бронепотяг «Витязь», вся его команда складывалась из отбирных российских шовинистов, которые тоже были причинены к еврейских погромов и на станции Боярка, и в Фастове, и в Билей Церкви. А эта вся подия, с тем, что погром был влаштован именно в 19-м году, и Деникянской армии, и россиянами, просто зайвий приклад, который подтверждает то, что украинцы и евреи, они живут на территории Украины уже больше тысячи лет. И у них не было тако прямо ворожнечо, они все равно жили, как сказать, в мире. Эта подия, которая происходит сегодня, она отрожает историческую истину, историческую правду про то, что происходило в трагичные дни, в начале вересня 1919 года, здесь у нас в Боярке. В первую очередь на дачах, потому что эта часть сучасного города – это дачное селение, вот императорский сиротинец стоит, вторая школа. И именно здесь происходил, это был еврейский погром, причиненный добровольчей армией Деникяна и генерала Блудова, частина которого тут находилась. Меня очень сильно вразила подия, которую рассказывали в семье батька постійно, про то, что моя прапрабабуся врятовала еврейку подчасти этого погрому в 1919 году, разом з іншими подругами, когда они шли в неделю на базар, вот, тоді вдягалися, шли как на свято, часто брали собой какой-то запасный одяг, и они как раз в лесу, не подалить от этого места расстрелу, перевдягалися теоретично. В этот момент до них подбегла женщина еврейка, которая кричала, что я еврейка, спасите меня, там евреев расстреливают. И они решили, они ее перевдягнули в свой одяг, то есть, сделали вигляд, как она, она тоже малютинская девушка, такая же самая, как и они. Они провели ее крезь этот контрольно-пропускный пункт, и таким чином ее врятовали конкретно от этого погрому. А дальше история, что с ней произошло, уже никто не знает. И поэтому я решила все-таки поделиться с людьми про то, что важно знать все-таки правду про нашу историю, и что это достаточно важливо. Было убито десь 60-80 евреев, и другие разбегли, и они были похован на краю леса, в братской могиле, которая была облаштована в 20-е годы. Время нём-то оккупации возникла старая дочка, старый напис, и после войны она не отроджировалась. Сегодня отродживается дошка на этой могиле, которая рассказывает о погроме еврейского населения в Боярце 1919 года, причиненной самым Белогвардейцем. И 3 вересня 1919 года сюда, в Боярку, вошли Белогвардейцы. Это армия, так называемая армия Деникина и Николая Бредова, которые, фактически, с первых годов своего перебывания тут, в Боярце, перед станцией Боярка, в селе Будадівка, начали еврейские погромы. Мы долго думали, что эта братская могила, где лежат евреи, она стала быть в 1941-1943 годах. Но пришли ко мне два историка. Один Сергей Высенко, второй Андрей Ковалев. Предоставили документы, свидетельства очевидцев о том, что история развивалась абсолютно по-другому. И о том, что этот погром, эти убийства произошли в 1919 году. Израиль, если вы знаете, живет больше, чем полмиллиона выходцев с Украины. Сейчас спикер государства Израиля Юлий Дельштейн, он с Украины, он из Черновиц. Сейчас министр по делам Иерусалима и экологии, это мой большой друг, Зея Фелькин, он из Харькова. Много депутатов израильского кнессета, они тоже с Украины. И это дает возможность поддерживать отношения даже не на таком политическом, а на личном уровне, когда есть какие-то проблемы, можно обратиться, позвонить, решить. Я предлагаю, чтобы каждый из нас подумал, как сделать, чтобы вот такие события, как Холокост, Голодомор, такие слова, как геноцид, как терроризм, они остались только на страницах учебников истории, потому что без прошлого, без прошлого нет будущего. В 2010 году Украинский союз еврейских студентов поставил памятную таблицу на мемориале, на жаль, с химными датами. Я очень благодарна Сергею Лисенко и Андрею Ковальову, как президент этой организации сегодня, за то, что они инициировали выправление этой прикрою помилки. История – это не абстракция. История относится абсолютно каждого из нас, каждого человека. И это очень важно понимать, что исключительно на знаной истории, на ее признанной и глубоком понимании, нации и народы могут строить свое будущее. И разные народы могут строить свою дружбу и понимание. Я бы очень хотела подъякувать девчонке Александре. Александра, можно вас? У 2015 году у газеты «Хадашот» была опубликована статя Александри, где была значена историческая правда, где было проведено досліджение тех событий, которые происходили здесь на самом деле. Александра, действительно, спасибо тебе за твою активную позицию, за то, что ты не была байдужой до истории своего города. Это тебе. Спасибо. Потому что это наша сообщественная история. Это история не только еврейской громады, а и истории нашего города. Тоже всем дякую, кто долучился, кто организовывал, и всем, кто приехал на открытие и на восстановление справедливости нашей истории. Все, что происходит с нами, происходит с нами от Него, благодаря Нему. Из-за этого, что Он так хотел, и Он так решил. И мы здесь находимся, чтобы исполнять, исполнить Него. Если мы делаем это, нам дается больше сил, нам дается энергия от Него больше. Если мы не делаем, мы закрываем эту энергию от Него. И она не приходит к нам. И это то, что Олег Владимирович именно сегодня открыл такое замечательное место. Это не просто так. Потому что сегодня еврейский народ во всего мира начинает неделю перед молитвой. Есть такая молитва, что начинается неделю перед Новым годом. Это именно сейчас. Именно сегодня начали эту молитву. И мы вместе можем тоже молиться. Попросить от Всевышнего. Пожалуйста. Прости нам. Пожалуйста, прости нам за то, что мы сделали. За то, что мы еще не успели сделать. За те вещи хорошие, что мы должны были делать и не сделали. Попросить от Всевышнего. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok